Изменения в законодательство по вопросам газоснабжения и страхования в эти минуты обсуждают депутаты Мажелеса. В Нижней Палате парламента идет пленарное заседание. О нем должны рассмотреть несколько документов. Наш корреспондент Марк Брюшко узнал, что нового предлагают эти документы. Он сейчас выходит с нами на прямую связь. Марк, добрый день. Слушаем тебя. Добрый день, Вера. Конечно, главным изменением в законодательстве о газоснабжении должен стать новый механизм поставки голубого топлива на внутренние рынки страны. С января следующего года в Казахстане планируют ввести систему так называемых единых торговых площадок. В начале поставки таким образом будут осуществляться в пределах 10-20% от общих объемов поставок жиженого газа. А потом, в 2021 году, этот процент планируют повышать. Еще одно новшество в законопроекте направлено на отмену запрета на перепродажу жиженого газа между газосетевыми организациями. А с 2021 года, отмечу, планируют отменить институт для аккредитации газосетевых организаций. В этой связи у депутатов Можилиса возникло много вопросов. Они их задали спикеру во время презентации законопроекта. В частности, их интересовало, не приведет ли новая система к срыву поставок газа и не подорожает ли он в цене. На что спикеры ответили, что никаких оснований для опасений нет. Вера? Вопросы о газоснабжении. Понятно, Марка. Какие еще законопроекты рассмотрели сегодня депутаты? В числе законопроектов, которые отметили депутаты сегодня на заседании Можилиса, можно отметить законопроект о внесении изменений в вопросы страховой деятельности, о работе некоммерческих организаций, а также по вопросам валютного регулирования. Особенно в последнем законопроекте было предложено немало интересных инициатив, но о них мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Поэтому телезрителям советуем не переключать наш канал и следить за последними новостями. Вера? Хорошо, Марк. Спасибо большое. Марк Брюшко был на прямой связи из парламента. А мы продолжаем выпуск. Продолжение следует...